Это по названию торфяника, потому что назывался Шигирский торфяник, Шигирские прииски. И вот на втором куринском прииске Шигирского торфяника 24 января 1890 года нашли на глубине 4 метра под слоем торфа большого шигирского идола. Но когда его нашли, он уже, видимо, распался на какие-то основные части, но полежал на воздухе, треснул по сердцевине, стал сохнуть, деформироваться, изгибаться, распался еще, видимо, на более мелкий фрагмент. Поэтому, когда его привезли, это была просто груда обломков. И было непонятно, как идол выглядел, потому что нашли его рабочие прииска. Их основная задача была поиск золотоносных песков, а не шигирского идола. Поэтому, конечно же, они не зафиксировали, как лежали эти обломки по отношению друг к другу. И когда его привезли, нужно было как-то выполнить реконструкцию идола, чтобы его представить посетителям музея. Передали нам его в дар нашему музею, который тогда назывался Музеем Моральского общества любителей естествознания. И подарил нам его граф Алексей Александрович Сынбок Фермор, владелец территории, где находились как раз шигирские прииски. — Светлана Николаевна, там же история очень интересная. Те, кто эту тему знают, они уже ее так знают. Он же длиннее был на метр. Потом кусок-то где-то во время войны, во время переезда, потерялся. Так ли это или это миф какой-то? — Нет, действительно, он был длиннее только не на метр, а на два метра. То есть потерялась нижняя половина Тулава идола длиной метр девяносто пять. Вот когда она потерялась, то, что в Отечественную войну это легенды, может быть, отчасти я породила эти легенды, неосознанно, естественно. То есть я просто, когда первое интервью давала, я же потом уже поняла, что журналистам нужно говорить как можно меньше. Я стала как бы рассуждать, что вот тогда это могло произойти, тогда это могло произойти. На самом деле никаких документальных свидетельств о том, когда произошла утрата, у нас нет. То есть мы не знаем. То есть мы можем говорить о том, что вот в 1914 году, когда его реконструировал Владимир Яковлевич Толмачев, эта часть присутствовала, а затем уже вот даже на фотографиях 1927 года экспозиции, этой части уже нет, где он стоит в экспозиции вот в таком уже укороченном виде. Но опять-таки, может быть, та часть еще и была в это время, потому что на самом деле сделать витрину пятиметровую, это, вы знаете, просто очень сложная техническая задача. То есть, может быть, просто не нашли возможности сделать такую витрину, такой шкаф, чтобы демонстрировать пятиметрового идола. То есть, может быть, она и была, и лежала просто в запасниках. А почему она утрачена? Я, кстати, хочу сказать, что часть-то мы нашли от этой отсутствующей части. То есть, у нас просто была коробка, где лежали фрагменты деревянных изделий. Дело в том, что, конечно же, дерево использовали с самых древних времен, изготавливали различные какие-то изделия. И некоторые изделия нам непонятны, может быть, они сохранились частично. То есть, детали какие-то могли быть, какие-то затесанные колы, затесанные доски. И вот такие вот изделия находят на торфянниковых памятниках. И в том числе, конечно же, их находили во время золотодобычи на Шигирском торфянике. И вот у нас был такой ящик, где лежали вот такие вот фрагменты деревянных изделий. И среди этих фрагментов я нашла, в том числе, небольшой, относительно небольшой фрагмент вот от этой утраченной части. Может быть, это было связано с тем, что она просто рассыпалась, потому что дерево, конечно, сохранить очень сложно. Но тут я просто не могу сказать, когда произошла эта утрата. То есть, я познакомилась с Сидолом, когда он был вот-вот уже в таком усеченном виде. Светлана Каламна, но все равно их наверняка сохранились прорисовки 14-го года, где, чтобы можно было оценить, каким он был изначально? Конечно, у нас сохранился рисунок Владимира Яковлевича Толмачева. В том числе, эта прорисовка выставлена у нас в экспозиции. И вот об этой утраченной части, о изображениях, которые на ней есть, мы, конечно, можем говорить только благодаря тому, что у нас есть рисунок Владимира Яковлевича Толмачева. Светлана Николаевна, какое вообще значение имеет шагирский идол для истории? Ну, для археологии понятно, любая находка это событие. Каким-то образом он дополняет, может быть, не то, что изменяет. Каким образом повлияла эта находка на историческое, понимаемое, вообще Уральского региона? Ну, вы знаете, это вот и в зарубежных статьях очень часто звучит эта мысль, что раньше считалось, что исследователи привычно считают, что земледельцы и скотоводы, то есть люди, занимающиеся производящим хозяйством, это как бы передовая часть древнего общества, а люди, занимающиеся традиционным хозяйством, то есть использующим хозяйством, то есть это охотники, рыболовы, собиратели, что вот у них как бы более примитивное общество. Ну, вы знаете, я как археолог, конечно, с этим не согласна. Я думаю, что многие, занимающиеся исследованием вот наших территорий, археологи, конечно, не склонны вот к такому мировоззрению. Но, тем не менее, такая действительно точка зрения существует, и вот как раз шагирский идол нам показывает, насколько был сложным духовный мир. Людей, живших 11,5 тысяч лет тому назад у нас на Урале, что у них была очень сложная мифология, сложные мифологические представления, видимо, о сотворении мира, о происхождении человека, может быть, отдельных родов или племен, потому что, на мой взгляд, там явно какие-то изображения, связанные с татемическими представлениями, присутствуют. И, конечно, сопоставляют тоже с монументальной скульптурой, существовавшей в это время, но уже каменной монументальной скульптурой, конечно, прежде всего с Гебекли-Тепе. Это вот как раз тот самый плодородный треугольник на территории Турции. То есть мы видим монументальную скульптуру, как вот в зоне уже, где очень рано возникает производящее хозяйство, и мы видим аналогичную монументальную скульптуру, уже сделанную из дерева, потому что там, вы знаете же, что степная зона такая даже полупустынная, там, естественно, был камень, а у нас на Урале и камень, и дерево присутствовали в большом количестве. Но и дерево, конечно, было легче обрабатывать, и легче было изобразить вот такую вот сложную систему. Вот вы сказали, что Шигирскийдов показал сложность мировоззрения вот наших прапрапредков. Я помню, по-моему, вы в прошлый раз рассказывали, что на Идалии несколько личин было обнаружено. Можно немножко об этом поподробнее, что это за личиня? Ну, лица или личины, да, действительно на Идалии присутствуют, на его тулове. Причем они не сами по себе лица, да, они безусловно... То есть часть орнамента вместе с личиной составляет целую фигуру, то есть какой-то персонаж изображен таким образом. Ну, и вот сейчас мы можем говорить, что на Идалии было по крайней мере восемь персонажей. Это вот верхний персонаж имеет объемную голову, он связан с лицевой стороной Идала, то есть вот его уже туловые составляющие, его части, они изображены на лицевой стороне. Раньше я считала, что вот этот верхний персонаж, он двусторонний, то есть с ним связан орнамент и на оборотной стороне Идала. Но вот в 2014 году при проведении тросологического анализа мы с Михаилом Геннадьевичем Жилиным нашли еще одну личину, то есть выделили еще один персонаж, восьмой персонаж на Идале, который как раз и находится на оборотной стороне вот верхней части тулового Идала. То есть таким образом у нас верхнее изображение стало односторонним, а там выявилось, что изображен еще один персонаж. Но неудивительно, что ту личину долго не могли найти, потому что нос ее сколот был еще в древности. Нас на самом деле насторожило то, что вот эта вот верхняя, ну как мы считали тогда орнаментальная линия, она технологически выполнена как надбровная туга. То есть это такой выступ на доске, который у других личин изображает надбровные дуги и глазницы. Вот это прежде всего нас насторожило, а когда мы уже стали смотреть под микроскопом, это вот место под ним, то выяснилось, что там был действительно прямоугольной формы нос, то есть очертания носа они сохранились. Светлана Николаевна, а пытались вообще интерпретировать наличие этих личин? Что пытались изобразить для себя, передать вот для тех людей, кто там находился в нашей плитке? Ну, конечно, безусловно, трактовки изображений идола есть и сейчас, и, видимо, будут появляться все новые в дальнейшем. Другое дело, что, конечно, точно мы с вами можем быть уверены, какой смысл вкладывали в изображение идола, его создатели, если только у нас появится машина времени, мы сможем оказаться у нее в гостях, и они нам расскажут, что все-таки было, какой смысл они вложили в эти изображения. А так, конечно, это все на уровне гипотез, на уровне догадок. В частности, у меня есть свои предположения, как я уже сказала, я считаю, что там есть изображения, которые, возможно, олицетворяют собой. Ну, во-первых, безусловно, вот это верхнее изображение с объемной головой, оно является главенствующим, оно венчает всю композицию идола. Но также есть изображения, которые, на мой взгляд, олицетворяют водный мир или водную стихию, допустим, небесную стихию, соответственно, женский персонаж и мужской персонаж. Есть персонаж, который, на мой взгляд, изображает, олицетворяет животные, растительные миры. Но, видимо, часть из них связана именно с татемическими представлениями, даже какие-то параллели, я вижу в изображениях более позднего времени. Вот в металлической пластике раннего Железного века, где есть, допустим, изображения людей сов, людей филинов, люди растения. Ну, также там, конечно, есть и люди медведи, люди лоси, люди олени. Эти персонажи есть и как в виде отдельных литых фигурок раннего Железного века, и в виде гравированных серий изображений, когда стоят эти антропоморфы, на голове которых изображены растения или голова другого животного, или птица. И, на мой взгляд, здесь есть такой же персонаж, скажем так, человек-сова или человек-филин, потому что там есть вот эти перьевые выступы на голове этого существа, который, видимо, может, на мой взгляд, дополнительно еще и олицетворять и небесную стихию, потому что это птица. Есть, соответственно, зооморфный персонаж, который олицетворяет, видимо, животный мир. Ну и как раз вот то, что, на мой взгляд, женское изображение. Но я хочу сказать, что вот эту параллель-то первую видел Сергей Федорович Кокшаров, у нас сейчас завкафедрой археологии в университете нашем. Он первым описал, выделил два изображения. Он искал параллели своим антропомортным изображением на длинных сосудах эпохи неолита, неолита и неолита. И вот он выделил два изображения, в том числе вот это женское. И второе, которое я сейчас считаю, что он олицетворяет растительный мир, он его определил как мужское. Вот вы видите, наши точки зрения на это изображение разошлись. А вот то, что он назвал женским, он как раз находит, я считаю, что абсолютно правильно интерпретировал. И оно имеет параллель вот как раз в Игнатьевской пещере, вот в этом женском изображении в верхнем зале, где вот изображены быки или носороги, женщина. И у женщины в Игнатьевской пещере между ног мы видим длинный ряд точек, которые связывают как раз ее вот с этим животным, быком или носорогом. И, кстати, обратите внимание, что это бык или носорог, это самец, то есть там подчеркнут признак пола. И, соответственно, здесь мы тоже видим, ну, с нашей точки зрения, женское изображение тоже с вертикальным рядом точек между ногами. А что означают эти точки? Видимо, они связаны с репродуктивной функцией женщины. Может быть, они обозначают количество человеческих родов или племен, то есть каких-то человеческих коллективов, которые считают этот женский персонаж своим родоначальником. То есть вот, на мой взгляд, Валерий Трофимович Петрин, открыватель как раз Игнатьевской пещеры, он считал, что вот это святилище в верхнем зале Игнатьевской пещеры, оно связано с обрядом инициации. И на потолке как раз изображены первопредки, то есть вот животные и женщины, от которых как раз вот и ведут свое происхождение какие-то человеческие коллективы. Вообще, получается, Светлана Николаевна, что рисунки в Игнатьевской пещере, ну и, в принципе, в комплексе этих пещер, они фактически лежат на одной временной шкале вместе с Шигирскими. То есть я так понимаю, что эти события происходили где-то вот плюс-минус рядом. Да, вы знаете, я тоже думаю, что это было достаточно близко все-таки. Во-первых, это все-таки уже самый, судя даже по датам, это уже самый конец Палеолита по датам Игнатьевской пещеры. И если у нас дата уже 11 с половиной, то у Идола, да, то есть это очень уже, очень-очень уже близко по хронологии. Ну и по стилистике, мне кажется, что изображения Игнатьевской пещеры, они действительно как бы показывают нам уже вот самый поздний этап вот этих вот пещерных изображений, традиции пещерных изображений. Ну это вообще отдельно интересная тема, ведь те, где там они жили, там жить ведь невозможно. В Игнатьевской пещере? Они только в предходовом гроте находились. Да, собственно говоря, люди вообще жили в предходовых гротах в основном. В глубине пещер, где были святилища. То есть зона святилищная и зона жилая, они были разделены между собой. Потому что я вчера еще по специализму позавчера задавал, очень интересно, чисто теоретически, если собрать вот эти вот комплексы рисунков, точек артефактов, можно попытаться, мне кажется, восстановить менталитет тех людей. То есть чем они жили, как через эти образы видели мир. Вообще проводились такие работы или нет, что вот попробовать собрать рисунки и посмотреть вот через призму вот этого творчества на мир глазами этих людей? Вы понимаете, ну конечно, попытки есть и будут, и всегда будут. Но другое дело, я хочу сказать, вы понимаете, что это все равно гипотеза. Это гипотеза. То есть как бы нам этого не хотелось, как бы мы не брали на себя смелость. Все равно это будут только предположения, конечно. Поэтому допуск, конечно, сами понимаете, очень большой. Потому что... Насколько это реально. Были ли для них вот эти пещеры действительно чем-то сакральным, ритуальным? А был ли для них идол идолом? Мы ведь это говорим с точки зрения, мне кажется, сейчас наших представлений о прошлом. Но название идол, конечно, это уже современное название. Ну пусть даже из этнографии, допустим. Это, безусловно, уже современное название. Конечно, как они его называли, я не знаю. Но мне кажется, что по функции он мог, наверное, быть близок вот как раз к святилищу Вигнатьевской пещеры. То есть, возможно, это тоже... Вы понимаете, это же ведь попытка передать какие-то представления, какую-то картину мира с помощью изображений на идоле. И вполне возможно, что если часть это связана и с происхождением мира, и с происхождением каких-то человеческих коллективов. То есть я же говорю, что здесь, возможно, некоторые персонажи связаны с татемическими представлениями, которые возникают, конечно, еще задолго до появления идола, еще, безусловно, они ведут свое происхождение с эпохи Палеолита. Это понятно. И мне кажется, что недаром и род идола Шигирского он открыт. То есть это символ трансляции. Я не знаю, что он делает. Говорит, поет, рассказывает. Но он пытается нам или тем людям, которые они создали, или следующим поколениям этих людей что-то передать, какие-то представления, какие-то знания. Ну, вот вы прям предвосхитили мысль. Я как раз хотел сказать, что, по сути, если мы опять же выдвинем гипотезу, можно и на скальные рисунки и идола рассказывать как фактически первые, ну, назовем, педагогические некие там инструменты. В какой-то степени даже безусловно. То есть можно привести там молодое поколение, показать, вот так охотятся, вот наши предки были, а вот этот идол, вот так, то есть фактически это были инструменты для обучения, передачи знаний. Ну, безусловно. Ну, вы знаете, как, отчасти, конечно, это, безусловно, это и культовая вещь, ну, как Библия, это же только тоже культовая вещь, и там тоже рассказывается происхождение мира. То есть это все понятно, то есть это какой-то этап представления людей о развитии мира, о его происхождении и так далее.